Дорогие друзья, а я всех поздравляю со вторым Песохом. Сегодня у нас один день Песох Шини. Мы празднуем Песох еще раз. Что это означает? Откуда это берется? Как такого может быть, что праздник повторяется еще раз? Ведь мы знаем, что Суккот у нас один раз в год, Шавот, который скоро наступит, один раз в год, Рошана, Йом-Кипур, Лагба-Омр. Всегда один раз, но Песох повторяется два раза. Давайте немножко про этот уникальный праздник поговорим. Почему и что случилось? Итак, у нас есть праздник Песох первый, когда евреи должны подняться в Иерусалим и принести специальное жертвоприношение, которое называется Корбан-Песох, пасхальное жертвоприношение. Это мы все знаем. Праздник длится 7 дней в Израиле, 8 дней за границей. Недавно мы его праздновали, кушали мацу и так далее, и так далее. Но вот, что случилось? В то время в пустыне была группа людей, которые не могли принести жертвоприношение. Почему? Потому что Корбан, жертвоприношение, означает близость, коров, близость ко Всевышнему. А была группа людей, которые были нечисты. Когда человек нечист, это противоречие к близости к Богу. Нечистота, это противоречие к чистоте. Поэтому эта группа людей, которые тогда находились в пустыне, они не могли принести жертвоприношение в праздник Песох. Такое бывает. Тора говорит, что кто нечистый, в храм пускай не приходит. Теперь, как обычно поступают нечистые люди? Нельзя. Нельзя. Тора говорит, что если ты не смог выполнить заповедь, ты хотел, но ты анус, называется онес, ты не мог исполнить какую-либо заповедь, то ничего страшного. Ты не мог, ты не мог. Но эти люди, которые не могли принести жертвоприношение, они не хотели просто получить освобождение от заповеди. Они пришли к Моше Рабейну и сказали, Моше, мы знаем, что мы нечисты. Мы знаем, что сегодня мы в храм не можем пойти. Но мы требуем, мы хотим близости к Богу. Мы хотим принести пасхальное жертвоприношение. Мы хотим Корбан Песох. Так они заявили Богу. Чем мы хуже, чем остальные, мы тоже хотим получить эту уникальную близость, принести жертву в храм. Моше Рабейну говорит, я не знаю, пойду спрошу у начальства, пойду спрошу у Всевышнего. И здесь в скобочках сразу мудрецы говорят, счастлив человек, который говорит, сейчас я пойду с Богом поговорю, и он мне сразу ответит. Это такого мог сделать только Моше Рабейну. Но это другая тема. Так вот, Моше говорит, я пойду сейчас к начальству, пойду спрошу у Бога, что же нам делать. И Бог говорит, вау, здесь есть люди, которые не хотят сдаваться, которые, в принципе, с них нет никакого спроса. Они не могут принести жертвоприношение, значит, они птурим, они освобождены. Но эти люди все равно добиваются близости к Богу. Они добиваются, мы хотим принести этот Корбан, это жертвоприношение, приблизиться к Богу. Говорит им Всевышний, я им дарю подарок второй Песах. Через месяц, когда они очистятся, пускай придут в Иерусалимский храм и принесут свое жертвоприношение. Это удивительно. Из-за того, что, говорит Всевышний, есть группа людей, которые так хотят принести жертвоприношение, несмотря на то, что они освобождены, и с них не будет никакого спроса, никто их не накажет и так далее, но они так рвутся, они так хотят не терять вот эту близость с Богом, я им даю новый праздник Песахшени. Это уникальная вещь, это есть только в праздник Песах, и это случилось только благодаря вот этой группе людей, которые не хотели сдаваться, они не хотели получить, ладно, ты там не чист, ты далеко находишься от Иерусалима, можешь не приходить. Они не хотели, чтобы нам разрешили не приходить, они хотели близости к Богу, они хотели служить Богу, как все остальные, и они получили эту возможность, они выбили эту возможность своим нереально сильным желанием, и они получили второй праздник Песах, Песохшини, который мы празднуем сегодня. Жертвоприношения сегодня нету, поэтому сегодня у нас один день праздник. Мы не читаем молитву Таханун и принято кушать мацу. Но когда будет отстроен храм, сегодня любой человек, который не мог принести курбан-песох, жертвоприношения в Песох, в первый праздник может получить такую возможность и получить возможность подняться в храм и сделать курбан-песох сегодня. Вот что мы учим из этого праздника, что даже когда перед тобой препятствие, Нельзя тебе идти в храм. По всем законам ты освобожден. Не будет у тебя никаких наказаний. Ни то тебя не будут ругать. Они пошли и сказали, мы не хотим так. Мы хотим служить Богу полноценно. Дайте нам возможность в другое время принести Корбан Песах. И они это получили только благодаря своему нереальному желанию. Они же могли подумать, сейчас с нас все будут смеяться. По закону такого нельзя сделать. Если вы не можете сегодня. Все, ждите следующего года. Они не сказали, что мы будем бояться, что про нас скажут. И пускай смеются. Они пошли к Моше Рабейну, к царю Израиля. И сказали ему, Моше, пожалуйста, мы хотим принести жертву. Узнать, что можно сделать. Какой есть вариант. И Моше обращается к Богу. И Бог говорит, раз вы хотите, получите Песах Шени. Второй Песах ровно через месяц. Здесь я бы хотел вам рассказать очень известную историю. Которая случилась с Ребисроэлем Миссалантером. Ребисроэль, он очень много путешествовал. И один раз он уже весь день ходил. И у него порвались, не знаю, сандалии. Порвались его туфли. И он уже, он был в городе Вильно. Он увидел, что вон там уже заходит солнце. И вон там сидит сапожник. Пойду его спрошу, есть ли еще время починить его обувь. В те времена не было электричества. И по какому принципу закрывались магазины? Когда заходило солнце, зажигали свечи. Пока свечка горит и есть свет, можно работать дальше. Свеча потухла, все, нужно закрываться, нету света, невозможно работать. И говорит ему Ребисроэль, уважаемый сапожник, ты не можешь починить обувь? Еще не поздно. И тот посмотрел на свечку и говорит, свеча еще горит, значит можно работать. И в этой фразе Ребисроэль увидел уникальную вещь. Свеча еще горит, значит можно исправить, так ему сказал. Можно починить, можно летакен, можно что-то улучшить. И сказал Ребисроэль своим ученикам, и это как бы очень известный рассказ, и это очень известная фраза, что пока свеча горит, а свеча это наша душа. Тора Орн, написано, что Тора называется свет, а душа называется свеча. Пока есть свеча, пока у нас есть душа, пока мы живы, пока мы находимся в этом мире, всегда можно исправить. И как бы не был далеко человек, он нечистый и так далее, как бы он далеко не находился от Всевышнего, всегда есть возможность исправить и приблизиться ко Всевышнему. Люди говорят, я родился в Советском Союзе, мне уже там много-много лет, меня воспитывали, что Бога нету. Мои дети пускай ходят в синагогу, а я, я не буду, я далеко. Но говорит тебе Ребесроль Салантер и говорит тебе Тора, что есть такой праздник, второй Песах. Почему? Потому что пока горит свеча, можно все исправить, пока мы живы, неважно какой возраст, неважно где мы находимся, все абсолютно неважно. Пока в нас бьется сердце, пока мы живы, пока в нас находится душа, бесконечная душа, частичка Всевышнего, можно исправить. И те люди в пустыне, они не хотели пропускать Песах, они пошли требовать, мы хотим близости к Богу, хотим жертвоприношения. И они его получили. И Ребесроль это все зафиксировал в такую фразу. Пока горит свеча, можно исправить. Спасибо огромное за внимание, всех поздравляю с праздником Песах. И будем продолжать готовиться к празднику Шамуот, который уже скоро-скоро будет. А на этой неделе у нас кроем Песа Хашини, еще и Лакбомер. Всех поздравляю с нашими великими праздниками. Шамуото, спасибо за внимание.